Друзья, всем привет! Меня зовут Аня, добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы разберем топ-5 причин не покупать Poco F3. Наверное, все помнят легендарный Poco F1, это был очень популярный и продаваемый Poco F1, но такой ли топовый этот Poco F3? Более подробно в видео обзоре, ссылочку я оставлю в описании, а в этом видео мы разберем минусы этого смартфона. Сильных сторон в этом смартфоне очень много, но и без минусов также не обошлось. Итак, первый недочет этого смартфона, это некорректная работа датчика приближения. По некоторым источникам датчик приближения здесь ультразвуковой, и периодически во время разговора смартфон живет своей жизнью, дисплей сам себе загорается, и щекой вы можете нажать отключение звука, либо громкая связь, либо что-то еще. Следующий недочет это дисплей. На этом дисплее есть засветы на темном фоне. Дисплей с таким же браком, как и Mi 11 Lite. Вот вам для сравнения, как должен выглядеть AMOLED дисплей в темное время суток. На Note 10 Pro он идеально черный, в Mi 11 Lite он с хорошо ярко выраженными засветами. В Poco F3 засветы есть, но они не такие ярко выраженные. В обычном использовании этого смартфона это вам не помешает, но если вы любитель посмотреть фильмы в темное время суток, то тогда это вы, естественно, заметите. И так как это AMOLED дисплей, здесь есть ШИМ. Глаза от этого смартфона у меня не болят абсолютно, но функцию DC Dimming, то есть устранение мерцания, программно здесь убрали. Раньше даже в бюджетных устройствах компании Xiaomi функция DC Dimming всегда была. Сейчас эта функция доступна в Mi 11. А в таких смартфонах, как Poco F3, либо Mi 11 Lite, Note 10 Pro, программно эту функцию убрали. Следующий минус этого смартфона для многих будет важным. Это отсутствие 3 и 5 джека. Для любителей послушать музыку через проводные наушники, вам нужно будет носить с собой переходник, который находится в комплекте. Также к третьему минусу я сюда отношу нет разъема для флешки. И здесь защита от брызг по стандарту IP53. То есть погружать смартфон в воду нельзя. Защита IP53 это значит защита от пыли и от брызг. Для сравнения А52 от компании Samsung, который стоит дешевле, там защита по стандарту IP67. То есть вы можете погружать смартфон в воду на глубину до 1 метра по времени до получаса. Этот смартфон защищен только от брызг. Четвертый минус этого смартфона это лаги. Как в любом смартфоне от компании Xiaomi, этот телефон лагает. Лагает он ежедневно от 1 до 3 раз. Частенько у меня случались лаги в обычном хроме. Когда я пытаюсь с помощью переводчика перевести какой-то текст, смартфон зависает буквально на пару секунд, весь текст удаляется и этот текст нужно вводить заново. Также смартфон выбрасывал меня из YouTube, когда мне приходило новое уведомление и были у меня лаги в Telegram со звуком. Изначально звук был минимальный, ползунком поднимаю на максимальную громкость, но также звук остается минимальным. Потом ни с того ни с сего звук становится высоким, я его с помощью ползунка опускаю вниз, но звук от этого тише не становится. Процессор установлен здесь очень хороший, который набирает аж 671 тысячу баллов в Antutu, но при этом стабильности работы этому смартфону точно не хватает. И последний, пятый минус этого смартфона это камеры. Сюда входят недочеты и фронтальной камеры, и также недочеты с основной камерой. Главная проблема этой камеры это проблема с автофокусом. Особенно это заметно при съемке видео в разрешении Full HD 60 кадров, когда света на улице достаточно, подношу руку прям под объектив, и смартфон не может сфокусироваться. Сюда же можно отнести отсутствие стабилизации во время записи видео в разрешении Full HD 60 кадров. А вот что касается фронтальной камеры, это засветы, которые есть и на фото, и на видео эти засветы. И также Full HD 60 кадров на фронталку не поддерживают стабилизацию, то есть видео будет трястись. Если это видео было полезно, дай знать об этом в комментариях. Ну а на этом все, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и обязательно пишите ваши комментарии. Всем пока-пока!